В программе «Продозрение. Христиан. Православие. Села Покровское. Андрей». Поговорим с вами на тему православия. Скажите, что такое православие? Для чего нужно православие? И как на сегодняшний день у нас существует мода на православие? Разве это мода? Мне кажется, это не мода, это должен быть стиль жизни. Это должно быть фундаментом нашей жизни. Это должно быть тем, что составляет наши основы, наши правила, наша ежедневная жизнь. Это может трудно, но почему у нас к православию относятся не совсем однозначно и как к игрушке? Как вы думаете? Начиная эту беседу, я хотел бы со слов священного писания, которые я в руках держу. Это Библия, это священное слово. Это слово непростое. «Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот это живое слово и есть наш фундамент у православий. Если же человек не стоит на этом фундаменте, а фундамент – это наш Спаситель Иисус Христос, который умирает за весь род человеческий, проливает свою причистую кровь и берет все грехи мира на себя. И это и есть фундамент. Вот от этого фундамента мы и строим свою веру. Веру в воспасение. Воспасение, чтобы душа человеческая не погибла, но исправила свою жизнь в этой жизни коротенькой. Исправила и достигла Царства Небесного. Это одна из главных наших приоритетов в этой земной жизни. Вы хорошо сказали, что жизнь коротенькая. Правда? Я только вам хотел сказать, что по истечению времени, по истечению лет, молодые люди не обращают внимания на это. Когда человек начинает взрослеть, стареть, он осмысливает, что происходит переоценка ценностей. И он осмысливает, что главное. Заметили? Да. Что наша жизнь очень короткая. И деньги, власть, все остальное, наши грехи земные, они не главное в жизни. Главное это другое. Вы заметили, что почему бабушки, дедушки, почему взрослые люди тянутся к церкви? Потому что они проходят все это. И хоть и говорят, что на чужих ошибках учите. Учимся на чужих ошибках. Мало кто учится. Учатся все на своих ошибках. Но все-таки мне бы хотелось, чтобы вы подсказали им, как вот эти ошибки обойти, как не наступить на эти грабли, на которые наступает каждое поколение. Вот к этим словам вашим я хочу опять добавить священное писание. Я всю свою речь буду сегодня делать, корректировать только священным писанием. Потому что это слово, оно непростое. Еще замечу раз. И есть слова писания, книга Сираха, это 5, 5 глава. Говорится, немедляйте обратиться к Господу и не откладывай со дня на день. Ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отомщения. То есть многие люди погибают действительно в таком возрасте, что им бы вроде и жить, и жить. Но смерть наша закрыта. И действительно, мы должны дорожить вот этой единственной жизнью, которую Бог нам дал. И мы должны сверять свою жизнь только с этим священным писанием. И иначе наша жизнь это пройдет даром. И за это еще мы будем отвечать, строго отвечать. А это слово, я должен заметить, непростое. И вот это священное писание, и есть Христос, самый главный персонаж вот этой Библии, в этом слове живом, который мы ставим для нашего спасения. И я знаю, что Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих, говорит об этом, что отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот это и слово, и есть Христос, главный персонаж вот этого священного слова, которого ставлено для нашего спасения. И хочу заметить, что в православии, конечно, людей в православии действительно пока много, но это не говорит о том, что все спасутся в православии. Нет. Христос сказал, когда я приду во второй раз на землю, найду ли я веру на земле? А вера у нас должна быть евангельская. Это мы в православии должны на первое место ставить. Вера у нас должна быть евангельская. А Евангелие – это самая благая вещь, которую мы знаем на этой земле, о том, что пришел Спаситель в мир и спаси род человеческий. Другого пути у нас нет. Если же в наше невера не евангельская, то грош нам цена, потому что мы все свои поступки, какие они правили и неправили, не сверяем с этим словом, а значит, мы и неправильно можем поступать. На сегодняшний день в моду входит ислам. Ислам притягивает к себе людей. Вы говорите только слово Божие, именно про эту книгу говорите. Но скажите, мне казалось всегда, я не знаю, может, я не прав, я выскажу мнение всех, с кем общался, кто поддерживает меня, что не важно, мне казалось и кажется, что не важно, в какой религии ты идешься, но Бог единый. Да, Бог один. Но сам Спаситель Иисусе Христос в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Спасение у всех верующих только через Иисуса Христа, нашего Спасителя. Можно пояснить такой момент. Вот пропасть. Здесь Бог, а через пропасть человек. И вот эту пропасть человек не может никак преодолеть. После грехопадения Адама и Ева. Вот Христос, вот эту пропасть соединят через крест. Через крест, через это распятие. И мы через этот крест снова смиряем с Богом. И Бог принимает снова род человеческий. Только через эту жертву Иисуса Христа. Вот именно крест у нас воспринимается, слово крест, это как какое-то наказание, это какое-то... Это жертва. Это жертва Иисуса Христа за род человеческий. И без этой жертвы нам ибо возмездие за грех смерть. А дар Божий – жизнь вечно во Христе Иисусе. Римлян 6,23. Каждый несет свой крест. Каждый несет свой крест. И Господь, пройдя земной путь, Он дает человеку каждый свой крест по силе того человека, который Он нанесет. А если мы думаем, что Он тяжелый, это мы напрасно думаем. Он дает только по силе каждого человека. И роптать на этот крест мы не должны. Мы должны смиряться то, что посылает нам Господь. А Господь порой посылает нам очень полезное для спасения. Хотя мы сегодня думаем, что это не полезно, а очень не воспринимаем. Много думали в своей молодости, в своей ребячестве, когда родители, мама, папа наказывали нас, заставляли что-то делать. Нам казалось непосильное. Сегодня было нам плохо. А на завтра, оказывается, это нужно было пройти. И тут то же самое. Только здесь-то на кону-то стоит спасение человека. Души в вечности. Это очень человек должен задуматься об этом. Потому что это людей, даже и верующих, к сожалению, в православие, это не тревожит никак. Вот это и очень тревожит на сегодняшний день нас. Скажите, а что нужно делать для того, чтобы, как вы говорите, соблюдать все это? И что нужно в первую очередь соблюдать? Как себя вести? Приведу к этому опять священное описание. Евангелие от Иоанна 14, глава 15 стих. Господь сам говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. То есть прежде всего должна у нас быть любовь. Но откуда взять любви, если у нас ее нету, да? Вопрос. Второе место Писания. Римнин 10, 17, священное Писание апостола Павла. Говорит, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Человек должен взять в руки Писание, поверить в это священное Писание. Ну, и потом только принять его в сердце и исполнять. И тогда сам Господь даст силу исполнить этого. Потому что Евангелие от Матфея, 11, глава 28, 30 стих, говорится. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И вот и все. Возьмите иго Мое на себе, я вам дам силу, но мы не хотим куда идти. Потому что здесь этот мир, как его Христос назвал, прелюбодейный, грешный, он очень много заманивает соблазнов. И все, этот человек же теряет время, которое невозвратно. А ни одну секунду мы не вернем обратно и не отчитаем ее обратно. А за все мы будем отвечать. Вот это и человек-то и не ценит. Самое главное – это время. Это время. Помните, раньше была наша молодость, фильм «Сказка о потерянном времени». Да. Очень хороший фильм, очень хорошая сказка. Со смыслом. Да, со смыслом. Со смыслом, потому что, правда, время – это то, что вернуть нельзя. Никто не может вернуть время назад. Вот именно. И тут то же самое. Да, мы тратим свою жизнь, вы сказали, эту коротенькую жизнь, на все то, что в конце концов оказывается никчемным, ненужным и, в общем-то, бесполезным. И этим всем завладел наш споративник Бога, это сатана, дьявол, который обольстил этот род в основном большой массе. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие им идут. А путь спасения – это узок, путь – это калитка. Но эту калитку еще человеку надо потрудиться найти, чтобы зайти в эту калитку. Я скажу своими словами, не Евангелие, я скажу, что, в принципе, нам нужно просто жить сегодняшним днем, слышать то, о чем просит нас кто-то, помогать тому, кому мы можем помочь, радоваться тому, что рядом с нами близкие наши. Вот это и есть жизнь поведения. Верить в Бога, помогать близким, радоваться жизни каждому часу, каждой минуте, для того, чтобы нам даровано не только все хорошее, но и плохое, что-то переносить, наверное, с тем чувством, которое, ну, ни ругань, ни брани. Я думаю, я думаю, так, к этому. Это надо, да, успевайте делать добро. Это правильно. Потому что без милосердия, без сострадания, братолюбия, действительно, и сердце наше не будет размягчено. То есть оно будет жестокосердно. А это жестокосердие мы видим сейчас в людях, у многих в массе. Ну, это же воспитывалось десятилетиями после перестройки, после Советского Союза. Вот вспомните, при Советском Союзе даже мультики были. Мультики воспитывали детей. Какие мультики были? Добрые, да? А сейчас какие мультики? Насилие. Вот я пришел к выводу, что когда садишься на машину, за руль машины, да, у нас такое чувство, как будто ты садишься в какие-то стрелялки, что нужно... Вот раньше было как? Едешь на машине, пропускаешь кого-то, да, вот, видишь, что он... А сейчас стараешься проскочить, стараешься быстрее. Вот именно интуитивно останавливаешься, когда осмысливаешь, останавливаешься, стоп, и начинаешь нормально себя вести. А вот неосмысленно именно этими стрелялками, убивалками, всякими этими вот... Нас убивают с детства. Нас десятилетия поколения выбили из Кореи, понимаете? Потому что Россия – это православие, опор державы православия. И если и этот выбьет основание из наших под ног, то действительно крах будет всей системы, всей земли, планеты. То есть мир еще держится на чьих-то молитвах, святых молитвах, которые Господь еще не попускает нам. Вот этой беды страшной – это, конечно, безбочие, это война. Не дай Бог ее, конечно. Надо молиться, надо исправлять свое сердце. Сегодня время Бог там еще дает. И как мы его используем, будем, это все зависит в наших руках. Мы должны торопиться, исправиться. Потому что, ну, еще раз говорю, исправляться своими силами человеку невозможно. В этом должен помогать Дух Святой. А в этом, если будет Дух Святой помогать, это нужна вера. Вера, вера. А вера без Слова Божия, я еще раз говорю, человеку не исправиться. Потому что человеку невозможно, а Богу все возможно. И человек, и Бог-то и так любит нас, потому что Он и Сына-то свое послал единственно. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою единородную, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Он хочет, чтобы мы исправились тут, на земле. Если же этого у нас не происходит, то грош нам цена, что мы жили на этой земле. Много даже добрых дел, может, творили. Что-то и кому-то делали, помогали. Но если мы не спасем свою душу, то вот это задача и задача. Вы очень цитируете много Библии, очень много Евангелия цитируете. Скажите, а чем Вы занимаетесь вообще в жизни? Ну, все побывал. И я как-то спортом занимался. После армии устроился и спортинструктором, работал по спорту, потому что это было мое любимое направление. Но тогда я не верил в Бога. А потом, после спорта, когда развал пошел в Советское Союзо, я ушел в торговлю. В торговлю поторговал маленько. И научился воровать. Научился много чего делать плохого. Потому что мир этот прелюбодейный и грешный. И я это не стыжусь. Я говорю этому всем открыто, что Господь меняет сердце человека. И много беззакония стал творить. Но в один прекрасный момент Господь коснулся моего сердца. И дал мне это покаяние. Покаяние – это разворот, это изменение в корне своей жизни. И теперь я тружусь просто своими руками, делаю всякие работы по строительству. Занимаюсь никому не обременяю сам. Кто-то рядышком с вами есть, кто-то вас поддерживает, кто-то рядом идет, кого-то вы поддерживаете. Без этого невозможно. Конечно, есть. Есть один мысленники, которые мы собираемся, информацию делимся, всегда разбираем священное писание, потому что это наш хлеб духовный. Потому что без этого мы уже не можем. Да, есть. Если вы занимались спортом, вы понимаете, что когда смотришь спорт со стороны, кажется, что все легко, все просто. И чем дальше занимаешься, чем больше занимаешься, тем больше понимаешь, что знаешь мало. И, наверное, здесь так же. Одинаково. Потому что вся жизнь – борьба. И здесь тоже надо подниматься из веры в веру. Потому что если ты остановишься, вода, если не проточна, а она стоит, она закисает. Так же и вера. Если она не движется, то есть вера без дел мертва, если ты не совершаешь через благодать Духа Святого добрых дел, то, конечно, и какая же у тебя вера. Это надо посмотреть в себя, в каждом. Без этого не спастись. Что-то еще хотели добавить? Да, обязательно по православию хотел бы, конечно, добавить. Потому что вот есть такое поверье. Феофан Затворник нам говорил, что есть три благодати, которые в православии есть. Это призывающая благодать, обращающая благодать и освящающая благодать. Вот об этих трех благодати я бы хотел немножко тоже затронуть. Потому что в первые две призывающие и обращающие благодати у нас в православии, так как таковой, не работает в полной мере. Это я заявляю серьезно. Потому что оглашения перед крещением у людей не происходят. Люди приходят креститься без веры. Это я вижу то, что я сейчас много прихожу и беседую с православными людьми. Они крестятся без веры. По идее, по канонам и правилам нашей церкви крестить их нельзя. Их надо сначала огласить. Вот как в простом мире. Сначала семя попадает, давить, потом она возрастает, а потом идет рождение. Так и у нас в православии, и во всем в этом крещении должно быть такое крещение. Что такое крещение? Конечно, это рождение. А крещение, это по-гречески переводится погружение. Погружение. То есть человек в этом погружении умирает для этого греховного мира. А воскрешает... Очищается. Омывение. Омывение. То есть вода – это очищение, образ. А вынырят из этой воды, он уже другим со Христом. Он уже идет по следам кровавым нашего Спасителя. Он берет свой крест. Крест – это страдание. Страдание в том, что он будет говорить уже только правду. А он это должен будет делать. Потому что при крещении он будет обещать Богу служить доброй совестью и исполнять его заповеди. Все. Другого пути у нас нет. И если мы не пойдем по этому пути, мы предатели. Как и Петр отрекся от Христа, когда это случилось перед распятием. То мы также это предаем Христа и уходим, как иуды. Но мы не должны такими быть. Мы должны идти до конца. И вот третья – освящающая благодать. Да, действительно, у нас священство в православии – это правильно славим Бога. И у нас идет от апостольских времен рукоположение. Вот у нас это все работает. Потому что священники рукоположены. И они все это таинство проводят. Вот это у нас все есть. У нас это безупречно. Ничего не скажу. Но первые две, еще скажу, не работают. У протестантов наоборот. У них идет очень хорошее оглашение. Они доносят до сердец людей вот это Слово Божие. И люди каются. И действительно, благодать, призывающая, обращающая, у них работают очень хорошо. Они меняют свою жизнь. Они начинают изучать священное писание и стараются жить по нему. Но, к сожалению, это не церковь. И у них нет третьей благодати – это освящающая. То есть они не войдут в церковь. А церковь – это собрание верующих. Верующих, где собраны мы Духом Святым, Господом. Где он основал церковь – это невеста его, за которую он придет во Второе пришествие. А вне церкви нет спасения. Вот мы приходим в храм – это здание. А церковь – это собрание верующих. Мы должны это знать. Вот об этом хотел бы тоже сказать. И в православии, чтобы священники бы, конечно, больше уделяли внимания тому, что надо огласить сначала, привести к вере человека действительно осознание того, что он должен осознать, что измениться должен я в своей жизни. Это случилось со мной. Я это свидетельство открыто всем говорю. И потом и идти уже со Христом. Вот это второй момент. Что вот это должно сделаться. Я вас прерывал. Помните, когда мы… Вы тоже были? Был. В церковь на крещении на речке в холод. Когда вот стоят люди. Помните? Да. Вспомните, стоят люди, они все синие. Ты стоишь в шубе там, и то застыл. И то застыл. Они стоят, пока пройдет, прочитает молитву батюшка, пока все это окрестит в воду. Пока все процедуры пройдет, пройдет минут 15-20, они стоят ноги шом. Они же терпят по еде. А потом после этого застывшиеся лезут еще в ледяную воду. Знаете, вот это правда нужно осознать. Это нужно осознать. Вот это вот, я считаю, что крещение осознанное, крещение, пройденное с каким-то… Испытанием. Испытанием, да. Это здорово. Это здорово, закаляя, да, действительно. Но только бы, лишь бы мы не растрясли вот это все богатство, которое мы соберем, вот это при крещении. Потому что мы должны, как Писание нас учить, мы должны быть всегда собраны. Собраны и ждать второго пришествия. Потому что мы не знаем, когда оно придет. Христос внезапно забирает души человеческие. И это таинство такое скрыто. Почему? Чтобы мы были всегда готовы к встрече с Господом. Ну да. Другого нет. У каждого своя судьба, у каждого своя смерть. И еще бы вот заметить я хотел. Много хочу встреч приходят с православными. И я всегда задаю у них такой вопрос. Вот вы приходите в Храм Божий. Это хорошо. Бог призывает нас. Да. В Храм Божий – это где мы собраны Духом Святым. Да. Что вы просите у Господа, спрашиваю? Просят. 99% не поверите, просят о земном. А это неправильно. Просить, я говорю, надо. Просить надо веры. Веры евангельской. Это на первом месте. Потому что у нас не хватает этой веры евангельской. Второе – просить надо любви. Любви, не простой любви, а христовой любви, которую Он нам показал при земной своей жизни. Как Он зашел на крест, раскинул руки, прибитые гвоздями, Он раскинул и призывает всех к себе. А во всей Библии Он 1900 раз говорит, придите ко мне. Он зовет нас, но мы этот стук не слышим в сердце никак. Мы заняты своими делами, своими благоустройствами, своими бытами. Так вот, и мы приходим в Храм, просим вот этого телесного. Это не надо. Просить надо любви. Просить надо смирения. Просить надо терпения, кротости, милосердия, сострадания. Духовного просить, чтобы в этом возрастать. А тогда, когда в этом будет душа наша возрастать, то Господь, конечно, Он даст нужное нам для пропитания. Нужное нам. Все Он даст. Ищите прежде Царство Небесное. Почему-то вспомнилась повесть Джека Лондона. Не помню название ее. Где один из охотников женился на индейке. Ну, в общем-то, инопленник. Как она называется? Из другого племени, получается? Да. Вот женился на ней, и их считали, ну, дикими людьми по идее. Но вот они раз, один раз они, ну, он сжился с ней, как будто бы уже жили хорошо, нормально все. И вот один раз они где-то в тайге заблудились. Им пришлось очень долго быть без пищи. И они делились с корочки эти вот хлеба, крошки эти корочки делили. Поровну, честно, поровну делили. Но настал день, когда у него супруга умерла. И перед смертью она отдала ему мешочек с этими корочками. И говорит, я вот это берегла для тебя, потому что ты должен выжить. Вот это любовь. Это жертва. Когда отдаешь за близкого, за любимого. Вот так, вот Джек Лондон вообще пишет хорошо. Он верующий был. И вот по идее этот рассказ, сейчас вот эта повесть, мне вспомнилось почему-то, что правда, любовь, вот именно любовь, не та, за которую ждут что-то в ответ, не продажное, а именно любовь, которая готова отдать жизнь. Любовь – это жертва. Жизнь, да. Отдать жизнь за любимого человека. Понимаете? И вот тут то же самое. Мы об этом забыли. Мы все сейчас измеряем деньгами. Да. К сожалению… Самое главное наше, по-моему… Да, священное писание об этом тоже затрагивает. Корень всех зол – серебролюбие. Действительно, это золотой телец всех затмил. Все. Деньги, деньги и деньги. Это плохо. Ну, понимаете, вот в нынешнем мире мы понимаем, что мы все говорим, что да, деньги – это плохо, да, деньги – это зло, да, деньги. Но в любом случае, в нынешнем мире без денег не прожить. В нынешнем мире, когда десятилетия по телевизору показывали, с экрана телевизора показывали, как там такая-то, такая-то, купила себе такой-то, такой-то наряд, как это… Знаете, не показывали то, как люди зарабатывают деньги, а показывали то, как они их тратят. Вы заметили? Вот именно извращение. Вот он пошел в ресторан, и об этом хвастается, с экрана телевизора, он пошел в ресторан, потратил там пять тысяч евро за вечер, да? Да. И это кичится этим. Раньше этого бы стыдились. Мы забыли те каноны, те истины, которые должны быть в душе у каждого. Ценности, да. Ну, без денег, да, действительно, нам не прожить, это никто и не запрещает. Господь в своем слове тоже сказал, в поте лица будешь добывать свой хлеб. И действительно, это деньги, это расход на эту же пищу, на эту же одежду, на это же жилье, это необходимо, но этот процесс, как мы им пользуемся этим деньгами, видим ли вокруг себя кого-то, кому-то можно еще что-то оказать, милость, помощь. То есть, а мы делаем только, обогащаем только себя, тщеславим себя, чешим себя, вот это плохо. А если мы зарабатываем хорошо, но и тем не менее видим вокруг еще нуждающиеся, которые мы имеем право, делимся, то, конечно, это Бог так говорит, это делать надо, то вот тогда-то и не запрещает Господь. Вы заметили, что чем больше денег через нас проходит, и не копим, не как содержание, а именно расходуешь, тратишь, кому-то помогаешь, что-то делаешь, тем больше их приходит. И больше приходит, и, а самое-то главное, какая радость, какая на душе радость, потому что это не ты, это Бог опять в тебе сделал это. Это милость Божья, это опять благодать Духа Святого. И благодарение-то не себе уже приписываешь, а потому что Бог меняет мое сердце, она изменяет меня, а я бы до этого этого не делал. А мне зачем? Ну, я считаю, что все, что изменяет нас к лучшему, это хорошо. Любое дело, любая вера, то, что меняет нас к лучшему, то, что делает нас людьми, мне кажется, это здорово. Да, но побольше бы таких добрых дел. И тогда началась перестройка, помните, Горбачев говорит, начни перестройка, перестройка, начни с себя. Вот действительно, каждый бы начал с себя сегодня. А посмотрите, что у нас творится. Действительно, мы кричим, мы загадили свой город, вот у нас везде мусор, мусор. А как мы ведем себя? Это же начните с себя, дорогие граждане, и все. Вот тут я с вами могу поспорить, в чем? В том, что... Я говорю, нет, с малого начальника. Нет, я понял. Вы понимаете, вот на сегодняшний день у нас такие законы, такие правила, такие, будем говорить, такая структура жизни, что людей бьют по рукам. Вот смотрите, вы коснулись ту тему, которая больная, будем говорить. Например, содержание общего домового имущества. Что входит в нее? Входит в содержание того, того, озеленение, еще, 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 уборка мусора. Но за это деньги собирают, но ничего не делают. И людям бьют по рукам. Я плачу деньги, они не делают. Не буду я выходить на субботник, не буду я клумбы делать, не буду. Вот понимаете, вот сама система неверная. Тут нужно менять-то не слева. Вы хотите, чтобы люди боролись со следствием? Нужно бороться с причиной. А причина в том, что у нас идет... Ну, будем говорить... Причина в том, что люди воспитаны не так. Вот именно причина в том, что во главе у глаз стоит золотой телец. Вот у нас пятаки закрыли глаза. Вот уберите пятаки, очнитесь. Вот в этом поможет Христос. Вот поверьте, в этом поможет нам Спаситель Иисус Христос. Это случилось со мной. Он во многом изменил мое сердце. Он во многом показал мне путь, другой спасительный путь. И я сейчас нарадоваться не могу. Я благодарение воздаю Господу всегда, потому что это его милость, это его любовь ко мне. Это долготерпение, которое он проявил перед тем, как я его не верил, творил беззаконие, творил много очень плохих дел, но Бог терпел и ждал меня. Вот это случается с человеком, когда встретят на своем пути Спасителя Иисуса Христа. Вот тогда измениться все. Человек появляется стержень. Стержень. Чем будут тянуться люди? Ну, не всегда будут тянуть сильной ноги, потому что это не всегда так. Потому что человек, когда будет говорить правду, говорить и жить честно, старается, по крайней мере, в этом обществе... Бывает беременность. Да, в этом обществе не всегда его принимают правильно. Вот это тоже факт. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь. 2 Тимофея 4,16. Вот 3,16, наверное. Вот так вот, как-то вот о православии хотел бы сказать. И, конечно, когда вот мы приходим в Храм Божий, мы очень неправильно себя маленько ведем. Потому что, когда идешь в Дом Божий, есть такие слова, Екалисиаста 4,17. Наблюдать за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. То есть, когда человек верующий приходит в Храм Божий, он идет на молитву, на общую молитву с Богом. И если ты пришел в Храм Божий, так ты оставь пока все. И идет богослужение. Ты не бегай и не ставь свечки во время богослужения. Вы мешаете молитве общей. Вот это очень у нас распространенная беда. И священники на это не обращают внимания. Почему-то, не знаю, это надо спрашивать с них. И ты встал на молитву. И стой ты на одном месте, сколько у тебя сил хватит. И воздай Богу-то благодарение. А уж закончится, закончится это богослужение, да и покупай, что ты хочешь, да и ставь ты свечки, куда хочешь. Разве это Бог не примет эту жертву после службы? Ну, почему мы так научены во время службы мешать богослужению? Потому что дьявол не дремлет. Он на каждом богослужении присутствует. Я даже не задумывался об этом. А потому что и не надо задумываться, пока не скажешь. Приди после службы и поставь все, что ты хочешь. Любую жертву принеси. А нет, мы не хотим этого. А сатана мешает богослужению, чтобы человек не углублялся в молитву с Богом. Вот ведь суть. Вот это тоже наболевший вопрос. В общем-то, я тоже замечал, даже сам и на раз делал такое. В общем, не замечая, не думая, неосознанно. Вот такой еще укор хочу сказать. На покрова Пресвятой Богородицы я был на своем престольном празднике, я люблю стоять в Храме Божьем, сзади стоять. И стоит глава нашего города. И стоит с человеком, идет служба, хочу заметить. Идет служба, и она стоит сзади, и разговоры разговаривают вслух. Пришел бы я к вам в Думу, и пришел бы, и анекдоты на заднюю стал бы партию там рассказывать. Это неприятно было? Меня бы вывели охраной, наверное, да ведь? А почему ты пришла к Богу, и у тебя никакого благоговения нет, страха Божия не имеешь? Мы же за все будем отвечать. Это же никто не скроет. И вот это вот замечание такое. Мы должны благоговейно, со страхом Божьим приходить, потому что мы идем к любимому моему Господу, который изливает все блага мне. Он любит нас. Он великий Бог наш. Но это люди не до конца понимают, к сожалению. Потому что не берут в руки Писания. Веры, веры евангельской. Непростой веры. Веры, веры хоть в чего люди верят. Правильно? Люди верят, что у нас переселение душ будет, мы там в той жизни будем там жить. Тоже верят. Но я не прав. У нас свобода. Бог нам дал свободу, за которую мы будем отвечать. Вот так. Может, кто-то и услышит. Кто-то в православии задумается. Возьмите в руки Писание. Начните читать Священное Писание, которое любит, которое будет нас судить в последний день. Есть такие хорошие, замечательные слова. Евангелие... Простите. Иисус Навин 1,8. «Да не отходит вся книга закона от уствых, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Навин 1,8. Или 1 Тимофею 3,16. «Вникай в себя и в учение, занимайся симпостоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот такие слова. Спасибо за очень интересную встречу с вами, за очень интересный разговор, за очень интересную беседу. Спасибо. Может быть, наши встречи еще продлятся, может быть, мы встретимся еще, поговорим еще о наболевшем, о том, что необходимо донести для наших зрителей, для наших жителей. Спасибо вам еще раз. Если будете приглашать ради Христа, простите ради Христа, если чем-то кем-то словом обидел. Спасибо. Помогай Господь мне. Я очень благодарен. Я тоже. Какая милость. Да слава Богу. Я именно вот попросил. Такой вопрос. А почему Господь, а почему дьявол нам дает только блаженство, нам манит? Как обозвать-то это все правильно? Что он манит нам что-то, дает что-то предлагает? А Господь, разные, понимаете? Дьявол нам какие-то сулит и дает какие-то... Требует от нас только испытаний, только каких-то... Проверка ве... Понимаете? Когда люди идут на войну, они идут на войну, они готовы к войне. Но у нас война против... Не против этого... Я понял. Мы расслаблены, мы живем именно расслаблены. Их ты всегда готов... Собраны. Собраны, готовы быть. Вот это очень здорово, очень поучительно. Потому что... Видите, я припоясанный. Это старинные русские бычи. Да, я ничего не меняю. Но только у меня тут красавицы нет. Это старинные русские бычи. Рубашка на выпуск, видите? А я доношу это, что я русский. Нету бездны знаний, не дойдешь до конца. И тут то же самое. Но чем больше понимаешь, тем больше сознаешь, ты понимаешь... Это и смирение есть. Это и смирение. Да, мы на своем месте. Да, понимаешь, что иной раз вылетает все это вот. И посылает. Вот даже вот эту передачу. Я же сколько просил у Бога, Господи, как бы донести до людей, как бы это донести до людей, чтобы они где-то... Люди, просвещенные словом, они таких не любят, честно скажу. Не любят. Не любят. Они меня все священники, они тут не любят. Никак, ничего не дает. То есть он боится. Он боится. Он в целом тоже все боится. Вот так вот. Ну, у них система такая, а ихняя тоже такая... Мой отец Андрей тоже мне дает вот беседу перед крещением. Тоже провожу одна беседа. Это что, специальное учение наизусть? Это Бог. Это Бог. У меня... А блуд, это, знаете, стирает память. Знаете об этом? Это доказано. Стирают память нашу. Это все доказано уже. Так вот, я тоже облудил, когда пока Бога не знал. И вот у меня память...